Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре видеорегистратор зеркала с двумя камерами от компании DIGMA. А модель называется FreeDrive 214 Night Full HD. Это устройство интересно в первую очередь тем, что стоимость его на данный момент в интернет-магазинах составляет всего лишь 4000 рублей. Давайте же посмотрим, что мы за эти деньги получаем. Предлагаю начать с комплектации. Первое – это видеорегистратор зеркала, детальнее его рассмотрим попозже. Длинный кабель питания. Вторая камера также с длинным кабелем и возможностью реализовать парковочный режим. Вот этот красный провод, если мы подключим к питанию лампочки заднего хода, то при включении с задней передачи у нас с вами на дисплее будет отображаться картинка со второй камеры и парковочные линии. Следующие – это резиновые фиксаторы, карт-ридер, крепление для второй камеры и, конечно же, руководство пользователя и карантинный талон. Несмотря на то, что это бюджетное устройство, вы знаете, замечаний по качеству сборки у меня никаких не возникает. Да, это не премиальный какой-то пластик такой прорезиненный, но вы посмотрите, везде все подогнано красиво, хорошо и так далее. То есть претензий в этом плане нет. Подушечки для того, чтобы не царапало ваше штатное зеркало, также присутствуют. Здесь у нас крепления не болтаются, не люфтят, тоже что хорошо. Камера у нас имеет возможность поворачивать, настраивать угол обзора, что, естественно, тоже классно. И нету такого, знаете, залипания, зависания камеры, как иногда встречается на устройствах. Сверху у нас здесь разъем для питания или подключения устройства к компьютеру, разъем для подключения второй камеры и слот под карты памяти microSD до 32 гигабайт. Но покупайте карты памяти не ниже 10 класса для видеосъемки. Книзу же мы с вами наблюдаем клавиши управления. То есть у них тоже хороший нажим. Дисплей у нас спрятан очень хорошо, то есть зеркальная часть, он даже его не видно практически, он здесь будет по центру находиться. Теперь, наверное, давайте подключим питание. После включения устройства нас встречает классическая информация. Производится запись или нет, дата, время, микрофон включен или нет, звук включен или нет и производится заряд аккумулятора. Теперь, наверное, пробежимся по основным кнопкам. Что у нас есть? Клавиша ОК, это, конечно же, стоп и старт записи. Давайте включим ее. Дальше клавиша ВНИЗ, это переключение между камерами. То есть вот это сейчас основная картинка показывается с второй камеры, а здесь у нас с той, которая на видеорегистраторе. Еще раз, у нас теперь делится экран на два, то есть вот эта вторая камера, это основная. И вот это только с основной показывать или только со второй камеры показывать. Дальше. Дальше. Второй фотосъемка, то есть если мы выберем вот это вот фотосъемка и нажмем ОК, то мы перейдем в режим фотоаппарата. То есть у нас не будет производиться видео, а именно мы можем фотографировать на данное устройство. Переходим в меню, дальше идем. Следующее у нас просмотр видеофайлов, которые мы с вами отсняли, то есть мы сюда сейчас перейдем. И мы можем посмотреть вот видеофайлы, которые уже мы с вами отснимали, пока я вот этот записывал вам месседж. Дальше. Ну и настройки. Самое основное. Давайте посмотрим, что мы можем с вами настроить. Здесь нас встречают настройки громкости. Видеоразрешение. Максимальное это Full HD 1920х1080. 30 кадров в секунду. Дальше. Фоторазрешение. Это если вы захотите фотографировать, тоже можете выбрать разрешение. Цикл записи 1-3-5 минут. Экспозицию настроить. Ночной режим. Включить-выключить. При ночном режиме немножко видеорегистратор темные моменты делает чуть-чуть светлее. Дальше. Обнаружение движения. То есть датчик движения. Включить-выключить. Запись звука. Включить-выключить. G-сенсор, он же датчик удара. Настроить. Если ездите по плохим дорогам, ставьте чувствительность чуть ниже. Режим парковки. Включить-выключить. Выключение экрана через какое время. Дальше. Автовыключение устройства после того, как вы заглушили автомобиль. Дальше. Язык настроить. Дату и время. Форматирование карты памяти. Сброс до заводских настроек. И посмотреть версию ПО. В принципе, меню. Все интуитивно понятно. За это хотелось бы ребят похвалить. Молодцы. А теперь давайте прокатимся днем и ночью. И посмотрим, как это устройство снимает. А во время движения предлагаю рассмотреть основные характеристики. Здесь у нас установлен процессор General Plus 6247. А сенсор от компании SmartSense 2063. Объектив у нас широкоугольный. Угол обзора 160 градусов. Поддержка карт памяти до 32 гигабайт. А разрешение у нас 1920 на 1080. 30 кадров в секунду. Есть G-сенсор, он же датчик удара. И аккумулятор 400 мАч. Ну а вам, если этот обзор был полезен и интересен, обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok